Память И новые подробности его жизни Ибо у подвига нет срока давности Сейчас я знаю эту историю лучше, чем тогда, когда она началась Он ушел на задание осенью 1935 года Первые донесения от него мы получили в 1937 из Испании Он докладывал, задание выполнил Зачислен в войска Люфтваффе, в эскадрилью Кондор, полковнику Мильдерс И еще одно слово, трудно Мы умели понимать друг друга Попросту это означало, товарищи, я на пределе Знаете, самое страшное, это вылеты Должен сбросить бомбы, куда? В озеро, в поле, куда еще? В старые развалины, куда еще? И снова в озеро, а потом снова в строй Это была максимальная степень нравственного напряжения Донесение было первым и последним КОНЕЦ 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 Дальше начиналась вторая часть задания В главном теперь было ожидание Ибо никто из нас не знал когда и где откроется возможность связи Кто из нас, мы или он сможем найти друг друга и выйти на связь Ожидание не знало времени Это могло случиться сегодня Этого могло не случиться никогда Иозефу Франке, лейтенанту Рудольфу Шверину Лейтенанту Клаусу Гроссу Присвоить очередные офицерские звания С предоставлением отпуска и денежного вознаграждения Адольф Гитлер, рейхсканцелярия, 1939 год, 28 июля Альберт Вайдеман, командир звена истребителей Участвовал в 82 боях А мы с вами где-то встречались Я имел честь сопровождать вас в Стокгольм Ах, Стокгольм, это была еще молодость Пауль Латман, легион Кондор Один из первых добровольцев Мой спаситель Я вам рассказывал об этом случае Меня сбили, я прыгнул с парашютом А он сел буквально рядом Перед самым носом у республиканцев Да Генрих Цоссен Летчик-истребитель Сбил 4 самолета в небе Кастилии Герника Мадрид Йозеф Франке Командир отряда бомбардировщиков Хенкель-3 Питер Гехерсман Летчик-испытатель Многоцелевого бомбардировщика Юнкерс 88 Валенсия, Герника, Мадрид Рудольф Шверин Истребитель легиона Кондор Клаус Гросс Клаус Гросс Истребитель легиона Кондор Господа, вечером в Весбадене Ну что ж, я люблю еда Едем А я предпочитаю Одлок К черту, мне по душе печенка с мозгами Только Весбаден, ты не против? Все равно было бы, что выпить А ваша печенка меня не волнует Итак, вечером в Адлоке Ну что ж Ну что вы скажете, Вернер? Что вас интересует, господин генерал? Бросьте этот официальный тон Господин генерал Умеет только награждать других Вы слышали про Мильха? Про генерал-полковника Мильха? Да Генерал-полковник Мильх Назначен инспектором всех Люфтваффе Надо бы ему послать поздравления Думаю, что вы не совсем справедливый, господин генерал Ваши заслуги, ваша слава Слава летчика Удата Дают вам особое положение в государстве Тут ни должности, ни награды не имеют значения Имя Удат можно произносить и без титула Оно говорит само за себя А я не могу летать, Вернер Геринг мне запретил летать Я думаю, господин Рейхс-маршал Геринг исходил только из интересов дела Ваши заслуги, ваши знания Но почему-то эти интересы дела Как вы их называете Совпадают с интересами отдельных Лиц Которые тем временем делают карьеру Вам это не кажется странным? Ну и что? Мильх Инспектор Люфтваффе Пять лет тому назад мелкая штабная крыса Он еще будет фельдмаршалом Вот вы вспомните мое слово Такие люди умеют пристраиваться в хвост начальству Я все же полагаю, что господин рейхс-маршал Геринг Высоко ценит ваши знания Знаю, знаю Ваши заслуги И только это обстоятельство Да, конечно Разрешите, господин генерал? Войдите Просите, господин генерал Это вам атрейс-маршал Хорошо Идите, Рильки На минуту не могу остаться один Эта обезьяна следит за каждым моим шагом Ничего Завтра я его ушлю куда-нибудь подальше Надо почаще менять адъютантов, Мильдерс Это полезно Кого бы вы могли порекомендовать из своих орлов? Подумайте Хорошо, господин генерал Позвоните мне завтра же Слушаюсь Я очень волнуюсь, как штаб устроит моих офицеров О них не беспокойтесь Всем найдется дело Мы, Вернер, стоим на пороге больших событий Война? Все может быть Хорошо Я скажу Кеслерингу Он направит ваших орлов в хорошие гарнизоны Спасибо, господин генерал И, кстати Навестите Регенбаха Это не повредит Он теперь занимает важный пост у нас в контрразведке Тоже умеет пристраиваться в хвост Зайдите к нему Непременно Удетт в роли заместителя Геринга Кто бы мог подумать? Да, генерал несет тяжелый крест Ведь когда-то он играл с самолетом, как игрушкой Помните, какие чудеса он творил в Яганцбурге? Как обнимал его сам Линдберг? Как рад был Хенкель, когда он в Италию установил мировой рекорд? На Хенкель 100 И вдруг это назначение Да, многим неожиданное повышение показалось труднообъяснимым капризом Геринга Но ведь они однокашники по эскадриле Ритхофеном Железный Герман и сентиментальная привязанность А почему бы нет? У Ууда-то начисто отсутствуют деловые качества Вы помните, когда он открыл собственную фирму? И вылетел в трубу? Да Он ничуть не похож на дирижера авиационного оркестра Тогда что же нужно было генералу фельдмаршалу? Имя Только имя Имя национального героя Германии Удетт хорошая реклама Удетт, в конце концов, удобный посредник Между Герингом с одной страны и авиапромышленниками с другой И вы думаете, Удетт покорно принял уготовленную ему роль? Но отказ от нее был бы равносилен признанию в измене нацизму Я думаю, генерал не очень страдает от иллюзорности нынешней власти Да, вы правы Его бесит утрата власти над толпой Королю воздуха не хочется, чтобы боялись его Он привык, чтобы боялись за него К тому же Удетт истребитель Он ничего не смыслит, бомбардировщик Геринг не устает твердить Бомбардировщики, бомбардировщики А как-то недавно он сказал Хайнкелю Мне очень не хватает бомбардировщика Который мог бы с 10 тоннами бомб Слетать до Нью-Йорка и обратно Я был бы счастлив заполучить такой бомбардировщик Чтобы наконец заткнуть глотку тамошним выскочком Захватывающая перспектива А фюрер, разумеется, Геринг во власти Теори Дуэ Стратегия беспощадной воздушной войны Уничтожение промышленных и политических центров Абсолютное господство в воздухе Мне, конечно, легче Меня не ждут ни мама, ни папа Бедняжка, может тебя усыновить? Найти маму Откровенно говоря Я смотался бы на денек в Африку Нашел бы там одного человека И набил бы ему морду Это кому? Есть там один типчик Если его еще не прикончили англичане Он всегда подсовывал мне Самую дохлую до жертвы Понимаете? А я на ней Алмазы возил Что? Алмазы Ну, такой черный ящичек За который тебе, случай что, голову свернул А внизу песок, жара Того и гляди, грохнешься со всеми этими ящиками Костей не соберешь Да, досталось тебе Да, хорошо вспомнил о нас, фюрер Немцы, возвращайтесь в Германию Если бы не он Я давно и слел бы где-нибудь в пустыне В Сахаре За фюрера Ничего, мы еще свое возьмем Все будет наше Весь мир и пустыня Сахара За фюрера Сначала весь мир Чтобы было кого отправить в Сахару Нет, господа Сначала Франция А как же твоя Лотхен? Твоя Лотхен и моя Германия превыше всего Мальчония! Говоря откровенно, я поехал с вами сюда не только из желания поздравить ваших летчиков Да, не удивляйтесь, служба моя, увы, такова Что заставляет видеть неприятные стороны жизни Я вас не понимаю Ваши ребята в Испании совершали действительно чудеса героизма И все же среди них действовала чата вражеская рука Ну, знаете, майор В таком случае вы можете считать, что вечер у вас потерян Люди, которые нас пригласили, это настоящие офицеры Доказавшие свою преданность Германии Я просил бы вас на этот вечер забыть о службе Слушаюсь, господин полковник А вы, пожалуйста, забудьте об этом разговоре С удовольствием Господин полковник, прошу сюда Благодарю, господин майор Господа Решите представить вам моего старого друга Майор Эвальд фон Регенбах Ты не забыл, Альберт? Сегодня нас будут ждать Я все понял Итак, еще раз поздравляю вас, друзья Мой отец говорил когда-то в шутку Что у военного есть два способа отличиться Быть храбрым в бою И осмотрительным в кабинете у начальника Вы отличились не в кабинетах, а на поле боя Истинная боевая доблесть во славу фюрера Принесла вам чины и награды Вы заслужили их Поздравляю вас Спасибо Спасибо, господин полковник Не было бы вас, не было бы этих наград Мы это хорошо понимаем Ваше здоровье, господин полковник Наше здоровье, господин полковник Спасибо Господин полковник, вы не знаете, долго мы еще будем отдыхать Вы не хотите отпуск Просто Франке боится, что ему придется изменить образ жизни А ты не боишься? Нет После того, что мы имели в Испании? Нет, я ничего не боюсь, если это надо Рейху О вашем будущем я уже позаботился Генерал Удет будет помнить о вас Кстати, одному из вас придется отказаться от отпуска Генералу нужен адъютант Это очень почетно, не спорю Но мы боевые летчики Это как раз то, что просит генерал Ему нужен адъютант Который одновременно был бы и его личным пилотом Может быть, вы, Латман? Как прикажете? Я вижу разочарование на ваших лицах, господа Ну что ж, я могу вас понять Было бы странно, если бы вы, боевые летчики Мечтали о тихом пристанище в канцелярии Но, господа Наступил момент, когда Рейху нужна не только ваша храбрость Но и ваши знания Ваш опыт, господа летчики Будьте готовы к тому Чтоб на время расстаться с небом И посидеть на земле Для того, чтобы в дальнейшем Лететь еще выше Надеюсь, вы меня поняли Поздравляю вас Итак Советская делегация приезжает в Берлин Авиационные специалисты Их везут прямо на завод И показывают им машины Новые Истребители Штурмовики Вот еще Все машины только что запущены в серию Желаете, господа, посмотреть? Вот они Хотят сделать фото Ради Бога Вот Что это? Демонстрация превосходства Тактика нацизма Психологическая атака В стиле Геринга Впечатляет Не слишком ли много эмоций Может быть, модели предпоследние? У нас для этого нет никаких оснований Именно поэтому Мы с вами должны все проверить Все возможные предположения Немцы Работают над новыми машинами Какими? Реактивными? Где? У Хэнкеля Или у Мессершмитта В стадии разработки Какая? Нам все это нужно знать Весьма возможно, что Вся эта информация у нас уже есть Но в силу особых обстоятельств Наш товарищ Не может выйти с нами На самостоятельную связь Крайний риск Мы должны спешить Я понял Вы жили в Берлине? Нет Только в Ляйпциге Отлично Меньше знакомых Но с нашим сотрудником Первое время вам встречаться не следует Придется действовать по обстановке Документы Инструкции получите перед самым отъездом Начинайте готовиться А обстоятельства, о которых вы говорили? Люфтваффе Человек, к которому вы идете на связь Офицер Люфтваффе Летчик Немец Гражданин Советского Союза Господа Нам доверяется совершенно новый участок работы Наши конструкторы Работают над новым двигателем с реактивной тягой Самолет без пропеллера Так вот Пригодится ли эта штука на войне Никто пока еще не знает Важно, что мы утерли нос американским Эдисоном В нашем министерстве Создан новый секретный отдел Отдел реактивных исследований А раз есть отдел Да еще секретный Его надо охранять от вражеской агентуры Это поручается вам, капитан Касовский Работать будете вместе с Альфредом Крюгером Старшим назначены вы Вы, капитан, бывали когда-нибудь на заводах Мессершмитта в Аугсбурге? Да, господин майор А в Лекфельде? Нет На этих базах ведутся основные исследовательские работы Прошу вас немедленно выехать и проверить надежность охраны И еще, господа Вам, возможно, придется сталкиваться с людьми Гиммлера Так вот, я не хочу неприятностей И не желаю их вам Ну, это вопрос этики Берегите достоинства офицера Люфтваффе Вы свободны, капитан Я рад, Зигфрид, что вы будете работать со мной Здесь нужны люди, понюхавшие пороху Правда, после испанских приключений вам покажется у нас смертельно скучно Ведь шпионов ловят канарец и Гердрих С нами лишь консультируются В войну активность вражеской разведки усилится Работы, вероятно, хватит и для нас Прогнозы не моя стихия Вот список лиц, которые меня особенно интересуют Не спускайте с них глаз Мэстер Шмидт? Да, капитан Германия стоит на пороге великих событий И мы не вправе доверять никому Вот, например, профессор Зандлер Он ведь раньше работал у Хейнкеля Сколько, вы думаете, заплатил за эту светлую голову мэстер Шмидт? Я думаю, кругленькую сумму Человек продал мозг Значит, он может продать и чертежи Или вы думаете иначе, капитан? Я думаю, что человека при переходе из одной фирмы в другую Могли интересовать не только деньги Например? Ну, например, более интересной темы Не будем вдаваться в подробности Помните только одно Наша уверенность в сохранении секретности работ Должна быть абсолютной А на каком горючем работает двигатель? На метаноле с перекиси водорода Двигатель развивает большую скорость при минимальном весе Он создает свои силы, можно сказать, непосредственно Не нуждаясь в помощи винта Молодец, хорошо посадил Мистер Майстер, пошлите за ним мою машину Что вас натолкнуло на эту пусть? Это не моя мысль, генерал Эта идея витает в воздухе Не сегодня, а завтра она совершит переворот в авиации Когда я проектировал свой сотый На котором вы установили мировой рекорд Я уже тогда понимал, что для поршневой авиации есть свои пределы Ну, например 800 километров в час Вы можете увеличивать мощность мотора И все равно не получите большей скорости Это предел И вы считаете, что нашли выход из тупика? Да, мой генерал А какая тяга у мотора этого самолета? 500 килограммов Фюзеляж, так, закрытый? Закрытый Диаметр фюзеляжа? 80 сантиметров А как же умещается летчик? Не волнуйтесь, ему вполне удобно А в других странах есть подобные самолеты? Пока нет Пока, насколько нам известно Над ним работает в Англии, Италии и России Именно Россия достигла больших успехов в этой области Они недавно подняли свою ракету Вы можете прочитать об этом в наших сводках Господин генерал, разрешите обратиться к доктору? Господин доктор, полет закончен успешно Максимальная скорость 690... Хорошо, как себя чувствуете? Превосходно 690 километров Так точно, господин генерал А сколько вы продержались в воздухе? 50 секунд? Речь идет о двигателе, который недоработан, генерал Да, я понимаю Я человек откровенный Пожалуйста, не обижайтесь на меня Но это лягушечий прыжок А не полет Но ведь это только начало Это никуда не годится даже для начала Этот самолет никогда не будет летать по-настоящему А вы, обер-лейтенант, другого мнения? У этих самолетов большое будущее, господин генерал Вы так считаете? Да, господин генерал Ну что ж, похвально Вы настоящий летчик Идите Слушаюсь Вы не обижайтесь на меня, доктор Но я сказал правду А летчики у вас хорошие Берегите их Но это только начало Как он не понимает Это только начало Не огорчайтесь, доктор Поверьте У вашего самолета есть не только противники, но и друзья Я уверен, что фюрер поддержит вас Фюрер? Это хорошая идея Фистер-майстр Это хорошая идея Лягушка Ей-богу, лягушка Недоносок А Хенкель носится с ним Все только и твердят У реактивных самолетов большое будущее Что вы думаете, Пауль О новой машине Хенкеля? Вы хотите знать мое мнение, господин генерал? Да Я очень ценю его заслуги перед нашей авиацией Но я считаю, что в данном случае Ему изменило чувство ответственности Перед великой Германией Хенкель 176 машина Несерьезная Дело Хенкеля в бомбардировщике А вы правы, Пауль В бомбардировщике Да А вы правы, Пауль Бомбардировщики А ведь у Хенкеля Были весьма приличные истребители У него всегда не ладилось дело с шасси Это его больное место Зато какая рама Нет, в этой машине что-то есть Что-то в ней есть Новый мотор, господин генерал Реактивная тяга Конечно, это только пока идея Смелая техническая идея И как вы полагаете, сколько времени потребуется на ее осуществление? Я не взялся бы делать подобные прогнозы, господин генерал Я ведь только практик Может быть, пригласить экспертов Но у вас есть свое мнение? Господин генерал, вы отлично знаете Такие задачи не решаются в один день Если бы у Германии не было других дел и других расходов И мы могли бы, скажем, бросить на это дело Ни Пеннега, он не получит у меня ни Пеннега Можете не сомневаться Это для нас слишком большая роскошь Но стоит ли брать на себя такую ответственность, господин генерал? Может быть, следует показать эту машину фюрерам? Вы думаете? Тем более, что сам Хенкель может сделать это в любой момент Но уже по собственной инициативе Фюрер будет слушать меня Удата, а не Хенкеля Он знает цену людям Тем более К тому же, я слышал, фюрер обожает всякие технические курьезы А что в самом деле? Это неплохая идея, Лакман Вы не так наивно, как кажетесь Я покажу фюреру этого кузнечика По крайней мере, он его позабавит, не так ли? Ну, что скажете, господа? Смотрите-ка А ведь и вправду Он не так прост, этот Лакман Вы слышали, как ловко он топит новую машину? Ну, это еще не машина 50 секунд в воздухе Они оба летчики И прекрасно разбираются в таких вещах Они оба хорошо знают Что самолет подобного типа Создают сейчас Англичане Французы Русские Интересно, что скажет ваш Удет Если завтра появится Русский самолет на реактивной тяге Я считаю, что Прекращать работу Хенкеля Преступление Бросьте, Альфред Ваш патриотизм стоит больших денег А если они нас опередят Это нам обойдется дороже Странно Очень странно Такой умный человек, как Удет Вы хотите сказать? Ничего я не хочу сказать Удет наш знаменитый ас Национальный герой Человек, преданный фюреру До последнего вздоха Но, что поделаешь, господа Такая у нас с вами служба Во всем сомневаться Здравствуйте С вами говорит Курт Майер Должен вам напомнить, что завтра годовщина смерти нашего друга Надо обязательно принести букет цветов на его могилу Сделайте так моего имени Я буду вам очень обязан Надеюсь, вы не забыли, что его могила не вдалеке от часовни Спасибо большое До свидания Враги Германии объединяются Мнимые друзья могут стать врагами Если мы немцы, в особенности те из нас Кто отвечает за безопасность нации Не будем работать сплоченно В контакте, друг с другом Да, да, конечно Мы оба, вы и я Отвечаем за безопасность И сохранение абсолютной секретности всех работ в Лехфельде Да Вы от СС, я от службы исследований Здесь появляются новые люди, Вальтер Мы должны их знать Поверьте, Зикварит, мы этим занимаемся весьма обстоятельно Но меня интересует другая фигура Профессор Зандлер Зандлер? У этого человека все в порядке, по крайней мере, прошлое Да? Да, он один из первых конструкторов, вступивших в Национал-социалистскую партию Кстати, вот его личный формуляр Поведение на службе и вне службы Корректен с подчиненными Денежные дела долгов не имеет Личные качества выдержан Малая активность Душевная бодрость выражена слабо Мировоззрение здоровое Никого, кроме сослуживцев, не принимает С кем он живет? Вдов Жена умерла в 1938 году Есть дочь 23 лет Эрика Вы с ней знакомы? Да, я ее знаю Хорошо знаете? Вполне А вы бываете у них в доме? Да, и должен вам сказать Только благодаря моей настойчивости Как это понять? Видите ли, профессор Зандлер Очень замкнутый человек Кроме дочери в доме никто не живет? Секретарша Молодая? Молодая, но в данном случае это не имеет значения Ее нельзя использовать для наблюдения за профессором? Честно говоря, сомневаюсь Они очень дружат с Эрикой И к тому же это особо довольно Независимо и остранный язык Я лично избегаю связываться с такими людьми Ее-то вы проверяли? Разумеется Она состоит в переписке со своей тетей из Берлина Вот здесь копии Ну, прекрасно Эту тетю тоже следовало бы проверить Конечно А у вас дело поставлено неплохо, Вальтер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, господин капитан Доброе утро Вы к генералу Удоту? Он будет немного позже Присядьте Я к вам А мне? Чем могу быть полезен? Я пришел сообщить Вчера доктор Хенкель снова поднял свой 176-й И продержал ее в воздухе 7 минут Я думаю, он не замедлил сообщить об этом генералу Да, конечно Он звонил Но время было очень позднее И доктор Хенкель опасается, что генерал Удотца Сна Мог не понять истинного значения этого события Я могу доложить об этом генералу? Благодарю Не будем мелочи, капитан Речь идет о нашем общем деле Согласитесь, что министерство авиации все еще не научилось Распределять заказы Это наш главный недостаток Боюсь, что вы обращаетесь не по адресу Я не распределяю кредиты И тем не менее Именно вы Как человек молодой Обладающий свежестью ума Именно вы могли бы помочь Но в этом подумайте Кстати, доктор Хенкель усидел В специальной премии для энтузиастов Реактивные тяги Это вам Доктор Хенкель скоро будет в Берлине Надеется видеть вас Доброе утро, господин генерал Что нужно этому пройдохе? Вот Я как энтузиаст реактивной тяги Получил премию в 3000 марок Ого, уже берете взятки Похвально И что вы намерены делать с этими деньгами? Во всяком случае Не возвращать их Доктору Хенкелю Я собираюсь их отдать В фонд нашей партии Очень умно Эта лягушка Никогда не будет боевой машиной Фюреру она не понравилась Фюрер сказал ему Спасибо, доктор Какой красивый самолет Я его поставлю в музей Недурно сказано В музейке, кредке и экспанат И что там? Это проект 1065 От мистер Шмидта О чем? Опять реактивная тяга Да что они, помешались На реактивной тяге? А вы познакомились с ним? В общих чертах Ну и как? Мне трудно судить Я ведь практик Это дело специалистов Вы напрасно пытаетесь Выглядеть таким скромным Я не люблю скромных людей Я не верю в их скромность Человеку это не свойственно От природы Значит он хитрит А со мной хитрить Латман не стоит Вы поняли меня? Вполне, господин генерал Итак, ваше мнение Говоря честно Эта идея кажется мне весьма Увлекательной И более того, осуществимой Если не в ближайшие пять лет То по крайней мере в будущем Но ведь ему придется начинать все сначала Хенкель Хенкель же не продаст ему свой секрет Разумеется Я думаю, Вилли тоже будет долго возиться с этой затеей Хотя Хватка у него волчья В двадцатом году он построил свой планер На нем полетел его друг Да, два двигателя С тягой по девятьсот килограммов Вот не помню его фамилии Но важно, что это был его лучший друг Дальность тысячи километров А неплохо, Пауль, да? И возможность установить четыре пушки Или одну пятидесяти миллиметровую Так вот, представьте Планер взлетает И на глазах всего аэродрома Носом в землю Я подхожу Хочу утешить его А он спокойно поворачивает ко мне Свое спокойное лицо Никакой страсти Совершенно спокойно Не вы, Эрнст, никто другой Не вправе заявить Что это была моя вина Он сам виноват Надо уметь летать Это был не последний летчик Которого он угробил Да Конструкцию Закончить в течение В течение года А вообще Заманчивая идея Да Соедините меня С Мессершмиттом Аугустборг Кабинет Мессершмитта Генерал Удат Да Странно Очень странно У меня другие сведения Одну минутку Вызовите Зандлера Хорошо Ну что ж У меня нет оснований Вам не верить Будем считать Что нас обошли Хорошо Спасибо, господин генерал Хорошо Я все понял Разрешите Оставьте нас Хорошо Ну вот, Зандлер Нас обогнали Нас обогнали На целый год А может быть и на два Не поняли? Нет, господин директор Вчера Ваш старый приятель Хенкель Поднял воздух Свой 176 Сожалею, но я не знаком С этой машиной Это мало что меняет Знакомы вы или нет Это истребитель С реактивной тягой Достаточно вам? Хенкель Вчера демонстрировал Его фюреру А, вот оно что Вы думали, он будет ждать Пока мы раскачаемся? Поднял воздух Это еще не все Нет, это уже много Господин директор Я убежден Да, да, Зандлер Вы убеждены Я знаю Да, я убежден Что проигрывая во времени Мы выигрываем В конечном результате Только деньги Сейчас решают деньги Размах эксперимента Широта Риск Ну вот что, Зандлер Вы меня знаете Я не жалею ничего Если я уверен в успехе Но вы можете дать мне гарантии Гарантию нет В нашем деле нет гарантии Я сказал уже это слово Риск Ну что ж, хорошо Ваше здоровье Генерал Мы старые друзья Генерал Ответьте откровенно на один вопрос А я всегда был откровенен с вами, доктор Чем не угодил фюреру мой 176-й Доктор Вы меня назвали генералом Я отвечу вам как генерал То, что вас 176-й не умеет летать Научится, верю Но он не умеет стрелять И не научится Дайте время Будет стрелять Фантастика, доктор Какой срок? Я выпущу его в Сирию через два года Самые большие через три А Германии нужны те самолеты Которые в ближайшее время Смогут принимать участие в боевых действиях Вы понимаете Реактивный истребитель С таким самолетом Германия выиграет войну любого противника Но только с помощью ваших великолепных бомбардировщиков Массированный бомбовый удар Станет главным козырем в этой войне Вы мне льстите, генерал Но все-таки техника не стоит на месте Над созданием реактивных двигателей Работает в Англии, во Франции, в России Еще неизвестно, какие сюрпризы преподнесут наши враги К началу войны Сюрпризов больше не будет, доктор Разрешитесь верить в наши часы На моих 4 часа 10 минут А на ваших? Тоже Так вот Война с Польшей уже началась За нашу победу, доктор И за удачную охоту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти люди, казалось бы, ничем не отличались от других людей Среди них были свои храбрецы, трусы, любители выпить И трезвенники, верующие, атеисты Наконец, явные подлецы И люди, лишенные своих прусских представлений о чести Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поляки, за работой Я бы эту фотографию послал вашей девушке Вы здесь очень эффектны Вы полагаете? Пошлем Поляки просчитались, черт возьми Понадеялись на англичан Эти бокалейщики сами ели живы от страха Трясутся на своем острове Кто-то они разбрасывали листовки над Германией Откуда ты знаешь? Впервые об этом слышу. Кто об этом не знает? Об этом знают все, кроме тебя. Может быть, ты тоже знаешь, только делаешь вид. Господа, не будем ссориться. Хай! Господа, граница рейха. Через 15 минут пришлю адъютанта. Майор Вайдеман, командир отряда 4-го военно-воздушного флота по вашему приказанию прибыл. В чем дело, Пауль? Почему нас отозвали с фронта? Что, новые назначения? Может быть, ты соскучился по нашему обществу? Может быть, и соскучился. А в чем, собственно, дело? Что за солдат, который не рад отпуску? Да? Майор Рейнберг с особым предписанием вылетел в Голландию. Да. Да. Соединяю. Не крути, Пауль. В чем дело? Кому мы тут понадобились? Вы получите новые назначения. Не волнуйтесь, господа. Я так и думал. Назначения? Куда? В тыл. Ты шутишь? Не шучу. Нам нужны летчики-испытатели. А что такое испытатели, я думаю, вам объяснять не нужно. Извини. Генерал ждет. Я могу отказаться от этого назначения? Думаю, что нет. Германия нуждается в солдатах. В солдатах, которые воюют не там, где им хочется, а там, где это нужно, Рейху. Советую подумать. Не беспокойся, на этой работе тоже можно сломать себе шею. А мне это дело по душе. Работа будет интересной, господа. Не пожалеете. Вас просят генерал. Благодарю. Одну минуту, Пауль. Нас всех четверых в одну фирму. Пока еще неизвестно. А что? Я не хотел бы летать вместе с Франке. Вот как? Почему? Постарайся выполнить мою просьбу. Постараюсь. Подожди меня здесь. Ну что вы, господин доктор. По-моему, это только маленькая отсрочка. Разрешите? Пожалуйста. Вашими бомбардировщиками будет оснащаться вновь созданный 5-й воздушный флот. Да. Я думаю, вы должны быть довольны. Об остальном мы поговорим при встрече. Командующий? Мильх. Да. Генерал-полковник Эрих Мильх. Да-да. Уже. Уже генерал-полковник. До свидания. Где летчики? Вот список. Четверо уже здесь. Кто? Майор Вайдеман, капитан Франке, капитан Гехерсман, обер-эльдинанд Шверин. Ну что ж, двоих мы направим на заводы Фокке-Вульфа. Гехерсмана к Хенкелю, Шверина к Мессершмидту. Но Мессершмидт просил двоих и опытных. А когда он успел об этом вам сказать? Он об этом говорил вам, господин генерал. Так что, Шверин не годится, не опытен? Он опытный боевой офицер. Так кого же второго? Вайдемана? Вайдеман, Вайдеман, что-то знакомое. Он сопровождал вас в Стокгольм. Награжден крестом за Варшаву и Голландию. А, ну что ж, летчик он хороший. Далеко пойдет. Значит, Вайдемана и Шверина. Так точно, господин генерал. Мессершмидт, я думаю, будет доволен нашими кандидатурами. Хотя... Что хотя? Хотя неплохо было бы послать рекомендательные письма. А то ведь он думает, что мы хотим подсунуть ему не то, что нужно. Все стали такими разборчивыми. Ну хорошо, напишите. Мессершмидт вам не дает взятки? Никак нет. Я беру только у Хенкеля. Не слишком ли много вы пьете, господин генерал? Я думаю, моя печень переживет мой мозг. Идите. Господа офицеры, завтра в 9.00 за назначением. Ну, рассказывай, что там у тебя стряслось с Франко? Обычная история, как из мухи можно сделать слона. Подлец он этот Франко. Донос? Да, я хотел поиграть с поляком, дать ему возможность взлететь, а потом на взлете, как утку, понимаешь? А он донес подполковнику Петерсу, что я отказался стрелять. Неприятно. Ну и чем все это кончилось? Обошлось. На мое счастье, Петерс не дал делу ход. А летать с этой гадиной... Понимаешь. Так вот, можешь считать, что все в порядке. Я уговорил шефа. Господин капитан, пакет для генерала. Я уговорил шефа, поедете к мистеру Шмидту. Ты и Шверин, устраивает? Спасибо. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Сам понимаешь, при случае я... Ну, конечно, конечно. А куда этого подлеца? К Фокке-Вульфу. Жаль. Там сейчас как раз интересная работа. Ты знаешь что-нибудь об их новой машине? Это истребитель с воздушным охлаждением. Чего не знаю, того не знаю. Да. Генерал Удек будет через час. Он рейхсмаршалом. Да. Почему у вас такая суматоха? Вчера два офицера летели на связном МЭ-108. Потеряли ориентировку и сели в Бельгии. При них были секретные документы. Карта Франции с подробной разработкой воздушных ударов. Да. Фюрер лично отстранил командующего. Офицеры приговорены к смертной казни заочно. Значит, теперь очередь за Францией? Офицеры приговорены к вам. Ну вот, я хочу сказать, что сегодня не встали. Только, когда у меня есть встреча. И поэтому, почему я взял впереди? Всталет. 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 Ну хорошо. И как ты давишь. Очень понравилось. Что бы есть, если я неお願いします? О, да. Хочу тебя предупредить. Зейтс, помнишь такого? Еще бы. В Лекфельде он отвечает за секретность работ. Он человек Гиммлера. Понимаю, спасибо. Это тихо не Зейтс, а? Спасибо, Пауль, я буду иметь в виду. Как Удет постарел. А здесь он снят, когда установил мировой рекорд на самолете Хенкеля. Правда, в него можно было влюбиться, а? Он и сейчас не дурен. Скажи, как тебе нравится Зейтс? Ну, как он, может, мне не нравится. Такой мужчина. Юта, не надо шутить так. В нем есть эдакая мужская... Невоспитанность? Нет, сила. Это важнее воспитанности. Ты слишком строга к нему. Ну, что поделаешь? Это не мой вкус. Ты со своим вкусом так и не выйдешь замуж. А я и не тороплюсь. Кто там? Почтальон принес письмо от тетушки из Берлина. Что напишет? Ну, что мне может написать тетушка Эльза? Пишет, что в Берлине холодно, у вас, вероятно, тоже. Береги себя, девочка. Кутай свою нежную шейку в этот голубой шарф, который я тебе связала ко дню рождения. Ах, бедный шарфик. От него ничего не осталось. Юта, а скажи мне, пожалуйста, ты была когда-нибудь влюблена? Кажется, да. Не знаю. Он сейчас на фронте. А вот вернется, а мы совсем чужие. Может так быть? Господи, о чем ты сейчас думаешь? Молись, чтобы он вернулся. И все же Зейдь легкомысленный, как большинство мужчин. Вдруг ни с того ни с сего он начал ухаживать за мной. Я так и поняла. А я делаю вид, что ничего не вижу. По-моему, это его очень злит. Ты ничего не заметила? Нет. Он вчера был какой-то сам не свой. У тебя усталый вид. Ты должна отдохнуть. Это ты закончишь завтра. Хорошо, я пойду. Провал в первые же дни работы. Был ли он неизбежен? Я часто задавал себе вопрос, все ли мы предусмотрели. Все, кроме того, чего нельзя предусмотреть. На месте Бориса ориентироваться не сумел. Он не знал, что подпольные передачи немецких антифашистов привлекли внимание самого Гиммлера. Тот курировал службу радиоперехватов в Берлине. Бросил туда людей, технику, кольцо сжималось. Если позволите, я жду не профессора, а вас, фройлен Ютон. Меня? Да. Вас. Вы ведь очень близки с фройлен Эрикой, не правда ли? О, ваши чувства к Эрике для меня не секрет, господин Зейтс. Тем лучше. Ей надо помочь сделать правильный выбор. Вы переоцениваете мое влияние на Эрику, господин Зейтс. О, нет. Я-то как раз все правильно оцениваю. А вот вы недооцениваете меня, фройлен? Я не понимаю вас. И ту роль, которую я могу сыграть в вашей жизни. Вы понимаете, о чем речь? У вас есть дядюшка? У меня есть тетя. Дядюшка умер. Бедный дядюшка. Он уже не сможет помочь своей любимой племяннице. А ведь одиноким девушкам трудно живется на свете. Их может каждый обидеть. Я не понимаю, что это все значит, господин Зейтс. Запомните, что я знаю все. Не понимаю. Вы все прекрасно понимаете. Запомните, что Зейтс такой же человек, как и все. Он может быть злым. И может быть добрым. Я бы хотел, чтобы вы были добрая, фройлен Юта. Но я не понимаю, что вы хотите. Вы все прекрасно понимаете. Вы будете иногда навещать меня. Ну уж это слишком, господин Зейтс. О, ради бога, успокойтесь. Не за этим. Я ведь не покушаюсь на вашу женскую честь. Вы будете просто информировать обо всем, что меня интересует. Я не понимаю, о чем вы говорите. Бедная крошка. Она ничего не понимает. Я должен знать все. Кто бывает в гостиной Зандлера. О чем они говорят. Новости. Настроение. О незнакомых людях сообщать немедленно. Ну как? Договорились? Я бы не хотел услышать от вас слова нет. В противном случае у вашей тетушки могут быть неприятности. Она у вас кажется одна. Оставьте, прошу вас, господин Зейтс. Ну хорошо. На несколько дней. Прощайте, фройлен Юта. И давайте будем думать друг о друге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok